Я желаю прочитать место Священного Писания, где говорится за одного апостола, Господа нашего Иисуса Христа, Фому. Когда он был в глубоком волнении и встретился с Иисусом Христом, Христос задал ему вопросы, а ученик отвечает. Святое Евангелие от Иоанна, 20 глава, 26 стиха. После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди их и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Братья и сестры, для апостола Фомы это был весьма ответственный момент в его жизни. Рассеялись его все сомнения. Встреча с Иисусом Христом. И при том Иисус Христос уделил ему особое внимание, чтобы рассеять все его сомнения. Показал руки свои, а на руках раны. Посмотри. А теперь дай руку твою, вложи в ребра мои. Не будь неверующим, но верующим. Фома до этого говорил, пока не увижу, пока не вложу в ребра его руку свою, пока не увижу руки его, где раны от гвоздей, я не поверю. И вот рассеялись все сомнения. Что мог сказать Фома на вопросы Иисуса Христа, на предложение? Конечно, по-человечески он бы мог сказать, Господи, вот теперь я верю, а то ведь всякое могло быть. А теперь знаешь, что ты воскрес. Может быть, еще что-то мог сказать. А он говорит, Господь мой и Бог мой. И в этих словах все сказано. В этих словах сказано и умиление сердца, и его принадлежность к Богу, за кого он исповедует, кем исповедует Иисуса Христа. Не просто примерный учитель, наставник, Господь мой и Бог мой. Другими словами, а я твое расскажу вам, братья и сестры, когда я приду в Царство Небесное. И приду к престолу его, чтобы поклониться светлому лицу его. Я бы очень хотел видеть его руки пронзенные. Не потому, что я в чем-то сомневаюсь. Нет, сомнений нет. А просто сердцу приятно. Потому что вот это его руки пронзенные, они были как маяком всю жизнь. Вот сколько жил, вот столько времени они были мне маяком в моей жизни. Здесь все. И цена искупления. И пример подражания. Здесь и желание. Как Иисус сказал, придите и научитесь от меня. И вот когда смотришь на его руки и учишься всему. Тридцать лет. Это непросто. В целом прожить жизнь в тридцать лет. Но прожить в стране атеизма, церкви, в один из критических моментов, я далек сказать, что это был самый критический момент всей жизни на земле, церкви. Нет, я далек от этого давать такие громкие определения. Но один из сложных моментов в жизни, когда государство объявило своей государственной религией атеизм, когда открыта богоборческая кампания велась, когда воинствующий атеизм был совершенно в моде. И вдруг церковь пережила вот этот момент. В тридцать лет этап очень серьезный. Я помню, когда мы, молодежь, собирались, вот брат Антонов Иван Яковлевич вчера упоминал об этом. Молодежь собиралась со всей страны, помню. И мы его пригласили, как одного из служителей. Никогда еще среди молодежи не было служителей такого, ну, ранга, такого обширного общения. Служители боялись быть среди молодежи, потому что какая-то крамола, да и не то, что крамола, все и поддерживали, но боялись, потому что последствия могли быть. Тюрьмы ждали тех служителей, которые, ну, поддерживали контакты активные с молодежью. Мы были рады, что Иван Яковлевич присутствовал среди молодежного общения. Это первый раз было в нашей жизни. Это было приятно, весьма приятно. Ну, и скажу вам, вопросов было очень много. Я помню, на том общении молодежном, когда рассказывали, какие обстоятельства в различных церквях, то вообще была проблема. Одни говорят, что нам делать, мы больше там жить не можем, в наших церквях. Нам крещение ни в коем случае не преподают. Прессивитель раздает в кинотеатры, в театры, билеты между богослужениями его организовывает. Третьи говорят, а у нас детей до 18 лет никого не пускают на богослужение. Четверки говорят, ну, и многое другое, я ж не буду сейчас перечислять. И многие говорят, давайте организуем молодежный союз и в аптистов по всей стране, и не надо больше нам там религиозные никакие центры, мы ж видим, что не туда. И в то же время мы понимали, что нет, это не тот путь. Молодежь никак не могла идти сама без старших братьев. И вот у нас были на перепутье, и что делать? Знали, что что-то делать надо, но что делать мы совершенно не знали. Вот знаете, как в потемках чувствуем, что есть правильный путь, но кто поведет, каким путем идти? Да и быть этого не может, чтобы только лишь молодежь переживала за дело Божие. И старшие переживают, есть такие, но где их найти, по каким путем идти? Мы знаем, что и старшие некоторые сильно переживали и искали эти выходы. И вот тогда, когда 30 лет тому назад меня пригласили, вот так вот получилось, ну, по-человечески говоря, случайно. И я оказался среди нескольких братьев. И Геннадий Константинович вот познакомил меня тогда с первым посланием, идеей созыва съезда, пробуждения. Конечно, сердце загорелось. И я помню, спрашиваю Геннадия Константиновича, ну, хорошо, мы пошлем это первое, разошлем это первое послание. Это только первый шаг. А какой второй шаг? Что делать дальше? Ведь отправляться в дальнюю дорогу надо знать маршрут, курс. Я помню, он говорит, что, братья, я и сам не знаю, какой второй шаг. Давайте мы определимся, правильный ли первый шаг. А когда мы его сделаем, Бог укажет нам второй шаг. И это было вполне достаточный в ответ. И мы вот сделали этот первый шаг, разослали послание. А Бог сделал, поспешил к нам на встречу со вторым шагом. Узнали об инструктивном письме. Мы об этом раньше и не знали. Один из старших престеров дал нам прочитать его, это инструктивное письмо. И пошло дальше, и дальше. Итак, 30 лет. 30 лет борьбы. Но, братья и сестры, мы будем совершенно не правы, если 30 лет борьбы. 30 лет не просто борьбы, это 30 лет и побед. Потому что сколько было борьбы, столько было и побед. Иначе бы не пройти в 30 лет. Иначе быть не может. Но маяк всего этого 30-летия это Иисус Христос с поднятой, пронзенной рукой и влекущей нас за собой. Когда Он поднимает эту руку, Он не просто утешает Фому, Он его влечет за собой. Вот какой путь. Я прошел этим путем. Я влеку вас за собою. Это не просто жест тебя успокоит. Это кричите за Иисусом Христом. Придите ко мне и научитесь от меня. Вот этот путь. Да мы легких путей, обходных путей, да и не имеем права искать. Если говорить о пути, каков путь? Христос поднимает руку и показывает путь. А на этой руке, эта рука пронзенная. За 30 лет пути и 30 лет побед это счастье, это целая жизнь у многих. нас хотели разобщить, посеять сомнения. Нам говорили, что вот вас арестовали и вы живете-то, вся ваша церковь, все ваши верующие на последнем дыхании живут. Еще немножко и все рассыпется. Одни в автономную ушли, третьи вот сейчас мы дали съезд, прочее. сколько вы будете скитаться богослужения по шатрам, по домам, душным комнатам, по посадкам и многое другое. А церковь выжила. Я помню, когда я был в Лефортовской тюрьме, это было в 66-м году, у следователя было очень такое приподнятое настроение, когда он вызвал меня. Он говорит, если хочешь, пройди к окошку, посмотри хоть тюремный двор. Ну, думаю, что я буду сидеть на стуле? Пройдусь, посмотрю. Ну, а в кабинете у следователя подследственной никогда не ходит. Мне интересно было подойти к окошку и посмотреть. А он не случайно мне предложил подойти к окошку. Потом я понял, я смотрю, и он стоит рядом со мной, и я смотрю в окно на втором этаже. Окно выходило в тюремный двор. И смотрю, и ведут Геннадий Константинович и рядом старичок, ну, сокамерник. Два человека в камере и ведут. А следователь говорит, узнаешь? Я говорю, по походке узнаю. У меня зрение-то слабое. Это ваш Крючков председатель. Ладно, садись, садись. Давай продолжать работу. Для чего? Для того, чтобы как-то расшатать, как-то уязвить, как-то нарушить покой. И вы знаете, я тогда сказал, что если бы вы мне сообщили, что Иисус Христос опять арестован, и Пилат будет судить его, вот это было бы трагедией. Но Христос воскрес, и он недоступен в свете, и вы больше никакой власти не имеете. Я знаю, что и в той камере была борьба, и была победа. Итак, если посмотреть на всю жизнь нашу, а на вся жизнь борьба, но благословенно то, что вся жизнь это должна быть и победы. Не все получалось так, как мы планировали. Я помню хорошо 19 ноября 1963 года, когда в Прокопьевске собрали первый раз служителей, в основном регистрированных общин, там был и Геннадий Константинович, окружили дом, милиция, там вот, а мы переживали, думаю, первый раз собрались, хотели наставление дать, вот, пресвитерам, около 50 служителей там было, ну, и милиция, сейчас всех поарестуют, но у Бога совсем были другие планы. Мы думали и наставление дать пресвитерам, а получилось так, что эти 50 пресвитеров, они просто видели, как надо вести себя и в этих особых ответственных моментах. Я сейчас не буду подробности рассказывать, каким чудным путем Господь нас вывел под утро. Мы километров 45 из Прокопьевска в Новокузнец шли по лесу пешком, но вышли из этой блокады, и машины ездили, и вертолеты летали в поисках нас. А вот так Господь вывел те 50 пресвитеров, которые мы собирали для того, чтобы дать наставление, а самое лучшее наставление оказалось, это всю ночь противодействие, всю ночь борьба, и всю ночь бдения и молитвы. Но это все входит в 30 лет. если бы вот так все рассказать, я видал вчера записки, одна из записок была таковой, хорошо бы написать историю нашего братства. Это правильно, это было бы хорошо, это было бы хорошо, хотя это очень большая работа. Но, братья и сестры, я хочу сказать самое главное, это самое главное, что хотелось бы чить для всей молодежи, чтобы было, как пожелание. В волнении Фома ничего большего не могу сказать. Господь мой и Бог мой. Это слово, пусть будет мое слово тогда, когда я приду в Царствие Небесное, когда мы с вами придем, скажите, что вы скажете, когда встретитесь с Иисусом Христом, воскресшим и прославленным, когда пожелаете поклониться Ему, вот в первой встрече, что вы расскажете Ему, когда вас он будет приветствовать с пронзенной рукой. Я думаю, в волнении большего ничего и не сказать. Господь мой и Бог мой. В этих словах будет сказано все и за все 30 лет прошедшие и в целом за все будущее, которое еще будет прожить, и за все то, что Христос сделал для нас, и за все горькие воздыхания, и за все чудные победы, вот в этом слове буквально все, и больше и добавлять нечего, а потом в благоговении просто помолчать и поклониться Ему. Но для этого нужно еще пройти какой-то путь, который нам остался. Еще мы на этапе странствования нашего думают, что совсем недолго путь, но если говорить о пути, пусть даже коротком, короткий путь, последний путь, он самый порой бывает трудный, потому что и усталость чувствуется, а последок пути всегда хочется как-то больше отдохнуть. Пусть Бог благословит нас не остановить, а желать продолжать путь, и пусть Господь влечет нас к славной обители своей до тех пор, пока Он скажет каждому из нас войдите благословенный в дом Отца моего. Желаю вместе с вами воздать славу Ему, то, что в Царстве Небесном воздадим, и вместе с вами поклонимся Ему и прославим Его, это так. Но на сегодняшнем этапе как бы маленький привал завтра опять отправимся в путь и скроемся друг от друга. Давайте мы поклонимся Богу нашему и скажем Господь и Бог наш, Господь мой и Бог мой, Ты от юности вел меня, позволь мне вручить тебе всю юность свою и другого ничего хочу и не знать, как чтобы ты с поднятой рукой был для меня маяком. А он показывает руку, он не обвиняет Фому, посмотри, или Петра, или другого ученика, посмотри, я страдал на кресте, где ты был? Нет, он показывает и говорит мир вам, дает мир, вот этим жестом умиротворяет всех и всяк. Желаю воздать славу Господу, аминь. Боже, жизнь возьми, она вся тебе посвящена. В тихом благовейном пении прославим Бога. Что все силы съели меня за твой дар зажит на все сердце полное огня имя слави от твоего. Во веки веков слава тебе Боже наш за жертву однажды принесенную, но во веки веков, которая успокоила нас и примирила с тобою. Благодарю тебя за прощение, за усыновление. Благодарю тебя, что ты успокаиваешь нас во всякое время нашего странствования и предлагаешь нам мир. И сердца наши умиротворяются в тебе. Слава тебе во веки. Благодарю тебя, что эти раны будут постоянно напоминать цену искупления твоего по отношению каждого из нас. Благослови всю церковь возлюбленная и все сие собрания. Особенно прошу тебя за молодежь. Помоги, чтобы вся пытливость, вся энергия, все устремления были связаны только лишь прославлением твоего святого имени, чтобы другой жизни никто из нас не хотел. Слава тебе, Бог наш, за сей пример, за сей маяк, которым ты для нас являешься. Хвала тебе. Аминь. Хвала тебе. Слава тебе. На Божество право. У Христа меня нашли Благодать и сила, И звезда святой любви Будь моя заведена. У Христа, у Христа, Через своя и слава Там спасенье полнота На Божество право. У Христа открылся мне Круткий огнец Божий Он привлек меня в себе Ставь себя дороже У Христа, у Христа, Честь моя и слава Там спасенье полнота На Божество право. У Христа я буду ждать С верой и надеждой Пока Бог велик меня С верой и надеждой У Христа, у Христа, Честь моя и слава Там спасенье полнота На Божество право. Абон Вольство право На Божество право. Продолжение следует...